Танец Для меня танец это рассказ, рассказ сюжета, рассказ внутреннего состояния через тело, то есть рассказ, который мы не можем рассказывать со словами. Я могу через свои танцы выразить свои эмоции, потому что иногда мне даже сложно объяснить, что я хочу. Выхожу на стены и могу легко все рассказать. Мне когда было 10 лет, мы с бабушкой и мамой пошли смотреть на спектакли Большого театра. Они приехали на кастроли в Манчестер, показали балет Крюкеровича Спартака. И я был просто шокирован от таких танцев, потому что на Западе у нас нет такие мощные мужские танцы, как они прыгали, вертелись. И я этого не помню, у меня мама рассказывает, что я в антракте поворачивал к ней и говорю, что мама, я хочу учиться, где они учились. Поэтому я стремился к этому 5-6 лет и отправил видеозапись. И вот, к счастью, меня взяли в Академию и я поступил на первый курс. В начале мне было не то, что мне больше понравилось на себе ставить, но мне было легче на себе ставить, потому что я знал, как я сам двигаюсь. Можно было на себе удобно ставить, чтобы мне было комфортно. А сейчас, наверное, я все-таки вырос как постановщик остроевшись. И мне больше нравится ставить на других, потому что другие личности, разные артисты могут и мне дать что-то новое, о котором я не думал. Поэтому всегда интереснее с ними работать. Я люблю ставить номера, но мне как-то тесновато стало в этом формате, хочется расширяться, поэтому я уже перешел на более большой формат, то есть мини-балеты, суеты. И недавно ставил однако и балет в нижней ногу, друзья. Сейчас скоро будет и двух акне. Я беру вдохновение от музыки, это обычно какие-то источники, или какие-то конкретные сюжеты. Все зависит от настроения, от задачи руководства театра или артистов самим. Поэтому и стили тоже разные. Я могу ставить и в классическом форме, классика, а то, что в любом современном форме. Абсолютно разные. Я хочу рассказать историю про людей, про отношения, потому что все равно можно назвать номер или балет абстрактным, но все равно всегда какая-то концепция, какие-то идеи будет. Поэтому я не считаю, что чистый абстрактный балет, я считаю, что это не бывает. На данный момент я специальный артист и холер-балет. Потому что я являюсь ведущим садистом Казанского театра, поэтому спектаклей много. Благодарю просто театру, что у меня постоянно ставят спектакли, танцуют без трепетвор, поэтому иногда сложно совместить и постановки свои, и спектакли. Но я как-то это делаю, меня театр поддерживает. Я люблю попробовать себя в разных образах. Люблю и героические партии, и героические, и комедийные. Поэтому я думаю, что это весь прелесть нашей профессии. Мы можем себя попробовать в разных стилах, в разных образах. Это интересно. Я не из тех хореографов, которые экспериментируют прямо в зале. То есть я всегда приду с готовым материалом, и обычно идеи появятся не в зале, не в театре, а просто на улице, когда гуляю, или я очень люблю готовить, поэтому пока режу лук или мясо на кухне, у меня вот появятся идеи, движения, концепции. Родная Италия — это дом оперы, а Россия — это дом балета. И поэтому, конечно, меня здесь держит профессия, творчество, но и также мои лучшие друзья теперь в России. Они стали как моя семья. Моя девушка, прекрасная супруга здесь. Поэтому я думаю, что пока я буду танцевать, пока я буду творить, я надеюсь, что я буду в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok